До предстоящих в муниципалитете выборов остается чуть более двух месяцев. Начинается активная фаза избирательной кампании. Партии готовятся выдвинуть своих кандидатов. Одно из первых это сделала «Единая Россия» на конференции местного отделения. 49 делегатам конференции было предложено принять участие в тайном голосовании. Списки кандидатов были выданы каждому до начала мероприятия для возможности ознакомления и скорейшего принятия решения. Пока счетная комиссия под председательством Ирины Архангельской подводила итоги, шестерым новым членам партии были вручены партийные билеты. Далее слово взял почетный гость конференции, член Совета Федерации Юрий Липатов. Он поприветствовал участников и настроил кандидатов на будущую деятельность, на благо района, отметив, что коллективная система работы обязательно даст свои плоды. Наша задача будет заключаться в том, чтобы к 10 числу, к вечеру, мы могли бы, посмотрев друг другу в глаза, сказать о том, что мы со своей задачей справились, и все те бойцы, которые пошли на выборы, они дойдут до последнего нужного рубежа с тем, чтобы уже с 11 сентября заняться серьезной конкретной работой. Когда-то мы имели большинство, потом это большинство урезалось просто до обычного, то есть имели квалифицированное большинство, имеем обычное большинство. Оно не позволяет нам принимать очень важных решений. Не в угоду главе района, губернатору, президенту, а в угоду просто людей. Получается, что крупный город, может так произойти, не будет представлен в муниципальном образовании Ленинский муниципальный район. Когда счетная комиссия была готова подвести итоги, Ирина Архангельская подошла к микрофону. Из ее доклада стало ясно, голосование состоялось. Все списки кандидатов Совета депутатов поселения, а также и кандидатов главы поселений Развилковская, Володарская и Видное утверждены большинством голосов. Такое фактически единогласное решение получилось благодаря, в том числе и проведенному 21 мая предварительному внутрипартийному голосованию. Партия власти, которая пользуется авторитетом, партия реальных дел, которая не боится ответственности за те решения, которые она принимает. Естественно, это все в политической борьбе приобретает некий окрас, когда наши оппоненты пытаются на каком-то негативе прошагать эту избирательную кампанию. В Ленинском муниципальном районе это всегда очень ярко происходит. Но подтверждение прозрачности, подтверждение того, что партия ответственна перед своими избирателями и жителями нашего района. Мы 21 мая провели публичное внутрипартийное голосование под названием «Праймерис» для определения самых достойных кандидатов на должность кандидатов либо совета депутатов, либо глав муниципальных образований в составе Ленинского муниципального района. Впереди время встреч с избирателями и другого рода предвыборная агитация. По мнению экспертов, борьба будет интересной, а за счет успешно проведенного предварительного голосования у одной из партий есть определенное преимущество, которое конкурентам будет сложно отыграть.